Мы с основного источника, в том смысле, что он первый стоит там, это договор. Мы отвели целую половину вот этого бака именно договору, не случайно, потому что... Не случайно, потому что у нас будет отдельная лекция о праве международных договоров. То есть есть договоры о договорах. То есть это очень важно. То есть вот эта бумажечка, потому что определение договора, договор... Давайте вы сами определите. Это, кстати, одно из редких случаев, когда в юридический язык вошли славянские слова. Кто может перевести, как переводится договор? Соглашение? Ну, перевести имеется в виду этимология. То есть если вы в корне здесь, видите ли вы корень? Такого, за чего дошли говорить? А до? То есть идея договора следующая, как соглашение. Согласие, тоже русское слово, советское то есть слово. Договор. То есть мы с вами договорились, и в конце нашей речи мы это зафиксировали на чем-то. Ну, если мы руку могли пожать, допустим, ударили по рукам, как у славян было. То же соглашение. Согласие. Глаз это речь. У нас две были разные речи, и мы их привели в согласие. Все, у нас общее. Я продаю вам, вы покупаете. Мы согласились. Вы согласны с ценой, я согласен с товаром. То есть договор это когда есть соглашение. Итак, давайте такое определение, очень легкое договора. Договор это письменный источник права. Письменный источник. Его основная все-таки характеристика по конвенции о международных договорах, это его письменность. Письменный источник. То есть договор всегда зафиксирован на каком-то материальном носителе. То есть мы записали его с позиции международных договоров. Ну, наверное, мы пока оставим договор, потому что, опять же, повторяю, у нас есть отдельная будет лекция о праве международных договоров. Как их заключают, как их подписывают, на каких языках пишутся международные договоры, это очень важно. Каким песком посыпают подпись под международный договор, в каком порядке это все происходит, какие там обычаи, это мы будем говорить отдельно. Итак, мы с вами проговорили вопрос об источниках вообще и о международных договорах в частности. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, вопросы. У кого были? Уже нет? Нет. Вы сами на него ответили? Да. Поделитесь. Какой был и как вы ответили. Я хотел спросить по поводу коначалера, у нас коначалер, кто стоил, но он пришел уже. Я поэтому справку буду делать. Хорошо, если бы он не пришел, что бы вы делали? А я бы спросил, нужно ли его заменять. Могли бы вы сами ответить на этот вопрос? Нет. Ну и у меня здесь такое зрение, что вы не хотите брать на себя ответственность. Могли бы вы сами отвечать? Или вы хотели кому-то поручить? Скажите, вот эта история с казначеем, с вашим вопросом, какое она отношение имеет к источникам? А вы найдите. Конечно, мне кажется прямое. Имеет ли вы какое-то отношение к источнику? За ответы на эту лекцию, возможно, ставите баллы. Вот такие связи. Еще раз. За ответы на эту лекцию вы могли бы давать баллы, которые нужно было бы записывать. А, вы связали лекцию. А именно свяжите лекцию по источникам с вашим вопросом. А где казначей? Ну, пожалуйста, кто может связать? Как казначей связано? На лекции по источникам международного права не было казначей. И поэтому некому было бы ставить баллы тем, кто отвечает на лекции по международному праву по источникам. Ну, это было, вы продублировали. Нет, ну, именно, ну, не лекция в целом, а именно лекция... Ну, лекция по источникам. 16 арбитра. Понятно. Хорошо. Кто более глубокую связь видит? Пожалуйста. Казначей источник. Золотой кое. Золотой кое. Золотой единицы. Казначей это источник. Да. Является ли казначей источником правил? Нет. То есть казначей не является источником правил. А тогда, что является источником правил, по которым действует казначей? А, казначей делает правила. А, казначей делает правила. Придерживается правила. Придерживается. А откуда он берет эти правила вообще, что он есть? Вообще, у вас часто были в группах казначеи? Нет, то есть часто, но не очень. А откуда вы взяли, что есть казначеи? Откуда вообще вот это? Что, наверное, со мной сидит. Что? Что, наверное, со мной сидит. Что вы назначили казначеи, поэтому вы есть. Откуда эти правила о казначеях? Вы их ввели. Я их ввел. А вы источник? Ну источник что было в данном случае источников? Договор между вами и казначеями. Был ли договор, был ли разговор перед тем, как казначеев мы назначили, я назначил? Да. Было согласие к казначеям? Да. Было моё согласие. Было договор. То есть это источник права. Хорошо, спасибо за вопрос. Есть ли ещё вопросы? Да, по рисунку бачка. Вот, может, нам как-нибудь исправить, что точно ли договор... Пожалуйста, просто показывай, что договор это половина бачка. Что договор это то и половина источников этого договора. Мирить я бы не стал. Точно. Но я просто посмотрел на нашу первую лекцию. И там я сделал половину. Половину, то есть я говорю о важности. Столько и всего. Это не значит, что там действительно миллиметраж. Столько, именно столько. Вы увидите, что даже договоры сложно подсчитать. Статистику вести договоров очень сложно. А вот здесь... Здесь столько и норм, столько и... Что их вообще... Я вообще не представляю, как можно посчитать. То есть это условная тема. Но она говорит о важности договора. Хорошо. Хорошо.